ладно привет друзья а вот и мы добро пожаловать наш youtube канал флорист пофигист ну или куда там не знаю вк добро пожаловать наш вк канал добро пожаловать на наш телеграм-канал флорист пофигист добро пожаловать на наш этот самый инстаграм-канал флорист пофигист добро пожаловать на наш короче сейчас звук сядет вообще ничего не снимем смотрите какие у нас есть чебурашки это татьяна линиша себе такие вот два значка сделает она будет их на груди носить по очереди как раз вот этот тебя подходит до сюда к этому к одежде вот на самом деле это ее внука вот этот внучки а вот этот внуку коричневый лучше рекламируй лучше рекламируй у нас в продаже есть вот такие вот чебурашки я оставлю ссылочку внизу под видео вот роскошные это маленькие это маленькие это 20 сантиметров а есть большие 30 сантиметров рекламируй давай ну говори рассказывай какие они шикарные да хорошо вот я привез я привез нам сюда коробку статья это все мигает сейчас выключится все будем без микрофона с вами вот так вот правильный ответ анимации громче кричать придется просто а ну понятно хорошо я слышу я слышу нас слышат привет всем привет смотрите я сейчас мы будем сейчас распаковывать коробку я привез здесь коробку и мы будем используя вот эти материалы которые у нас здесь есть собирать сегодня в букет я надеюсь хотя бы парочку видео успеем снять потому что татьяна не единичный все время никогда то и нужно чай попить то на улицу сходить то еще чего-нибудь ладно приступаем смотрите вот так всегда у нас приехали вот перья всяко разные всяко разные 25 оттенков и цветов но я не привез а это то что было здесь но это тоже наш период в общем вот я показываю как они выглядят в реальности вот так они выглядят прям и нехороший на них астинатор это плохо больше и не надо слушай не побольше размеров и меньше не надо но они как бы разные есть там знаете такое градация двадцати пяти видите есть вот где который был из лавнишина какие-то в букетах наоборот даже хорошо где-то меньше где-то буро вы покажете да как используется что на шпажку раз вот такие вот перья будем сегодня использую конечно же я привел к собой яйца вот яйца купленные купленные подешевки я яйцами не торгую вы купили потому что обязывает скажем так ничего обязывает наступающий праздник обязывает да потому что всем нужно чего-то пасхальная а я не знаю пасхальная пасхальная это препод яйца и эти я не знаю на самом деле что-то не особо хочется мне для коммерции заморачиваться конечно распечатывать не особо хочется для коммерции заморачиваться и вообще вот как бы и вам тоже не советую есть какие-то эти самые прикольные декоративные штуки и использовать их кстати вот так даже хорошо смотрятся уже великолепно даже в холодильнике если у меня когда же такие были я бы сейчас бы так говорил бы что смотрите какие роскошные яйца но пока нет ну яйца и яйца и яйца и они дома на пасху а у меня нету их в продаже мы их купили вот ну а чё ж ты обычные яйца короче как приедут как покрасить их нет так и будут как у нас приедут будут в продаже так и будем хвалить их вот поэтому сейчас пока не надо смысл смысл в этом нет никакого ну я могу ты говори где рекламировать день и клубе и дальше все нужно рекламировать дальше уже пошло до ряда пошла мучу будем в телефон глазе не рекламировать рекламировать реклами какая лента роскошная мы сейчас будем тоже использовать а у вас такая есть нет такой нет цвет какой ой какой красивый цвет молодец так вот такая вот у нас есть вот это органзана то что я говорю я говорю всегда правда она вообще врать не умеет она армированная леска и ее еще можно и вот так вот делать знаете в чем я увидел прикол то что ее можно вот так вот подтягивать у него такие вот вообще чудесного вообще но прикольно да я сам только вот недавно понял что можно делать такая крутая штука также зацепил но у меня они в личном пользовании поэтому вот открытые у меня какие-то материалы в личном пользовании тоже там будет уже цвет красивый да вот такая вот лавандос лавандосы для бабосов хотите бабосы купил лавандосы очень красивый шикарная вот и вот тоже я люблю такие все грязные цвета в смысле грязные сейчас не так пойму какие пыльные оттенки надо гладить вкуснее пыльные оттенки любит она не грязный вот такая вот такой вот смотрите тоже это у нас называется винтажная роза наверное называется вот тоже очень красивый конечно же а вот это а вот вот такая лента привозила вам оля тоже такая текстильная роз просто это тканевая это органза а это тканевая это как этот как он называется в общем в общем тоже очень красивая она так дорого висит а вы же помните я давно уже говорил то что ну на еле надоели уже эти сопливые ленты из этого сала атласные вот и в итоге думаю ну раз и мне надоели и другим наверное хочется вкуснятины и вот я заказал на продажу кто не знает кстати кто еще не в курсе вдруг такие есть люди вдруг я плохо рекламировал себя вот я занимаюсь оптовыми продажами упаковки и разных материалов для флористов вот для пластических магазинов и направляет по всей россии поэтому мы собственно говоря вот сейчас вот вам рассказываем чего такие что было в ближайших поставках вот это такие же получается такая же лента только другие цвета вот такие оттенки нет видите пожалуйста теперь будут нет я заберу да ну конечно зачем тогда я рекламирую нет вот это тоже красивый цвет лимонный крем 1 1 работала а вы приезжайте ко мне уже туда ничего нибудь подарков все слышали все слышали да смотрите тоже нежненько у это пудра вот такая а вот этот цвет какой смотрите какая какая роза пьяновидная а это репс вот репсовая лента кстати очень выгодные вот эти вот очень выгодные кстати мотки потому что я не видел репс у меня их прям огромная ну как большая палитра оттенков вот и они тоже дорого так свисают потому что они тяжеленькие и они таки видите как благородно свисает богато дорого дорого смотрятся эти тоже конечно умеется но я не стал даже брать как она атласные лента они такие как бы не сильно дорого выглядят и они не видят они не свисают мне вообще такой цвет идет вообще все идет мне кажется это лента прям как для орденов как орден сделаю мужество орден женственности не мужество живешь у тебя улица мужество нет линейные мы рядом на нереально но и не может назначить не будет ордена мужества так это я взял бабочек купил просто что он хочет какой-нибудь дед они тоже есть у нас продажа я думаю вот там захочется какой интересей нибудь это что в нем сидела много бабочек они тоже ну кстати с пирожками может даже рада черными ну вот шагеря я думал что не делаю я взял по этому поводу вот у нас есть в рулонах появилась точно вот этого тоже подходит под этим да вот смотрите и она знаешь не выбивается сильно да а как красиво смотрится сейчас будешь показывать людям как это красоту сделать мы с тобой а мы чем будем делать мы будем чемпионат вселенной устраивать крок раша сделает из нового материала чего-нибудь давай давай сейчас будет чемпионат вселенной друзья вот это полупрозрачная пленочка приехал матовая полупрозрачная корейская я не видела я не видела я не видела еще ничего я да вот тоже как красиво вот эти вот большие толстые рулончики а кстати черный цвет он наверно под все подойдет да и под краской подойдет за деньги да сейчас меня заблокирует потому что я инстасамку это самая песни песни инстасамочные волны а вот такую вот взял еще тоже цвет это мой самый лучший изумрудный такой вообще его обожаю я там который ты оставлял я его все использовала я всегда брала туда и говорила прости меня . как будто бы я помню что там было да да я так и поняла вот такой тоже смотрите какой дорого роскошь пока короче а и вот этих вот оттенков это вот эти вот самые красивые чем лучше вот этих оттенков палитра очень богатая изначально было 22 смотри вот эти вот цвета около 20 короче их разных да вот это вот все вместе представляете когда у вас и вот это да когда у вас такая красивая пленка красивая лента как-то визуально дорожает работу с вкусом все потому что да прям прям можно это знаете вслепую вот так тыкать в каталоге и ну это сильно ярко ну почему бы нет да уже классно может быть у вас красиво у тебя будет в букете это самое может ты какой-нибудь добавишь бортовый глубокий из или а вот эта бумага она на самом деле она очень очень крутая она такая вот плотная в нее потрогайте она как я не успеваю я я сейчас похож на как на презентации в сектор сектор когда приходили там смотрите какая кастрюля наждачка такая да она такая будто мелкая наждачка но она в этом прикол смотрите ее когда дайте ножницы какие-нибудь нет неправильно смотрите у нас же есть конечно же инструменты от флориста пофигиста но ты мне паленку даешь это мое я вам подарил их зачем чтобы вы их рекламировали так как вишу убирают хочу кому не дают вот смотрите они такие да они острые да я знаю что секатор очень острый секатором этим своим в офисе хотел банку открыть вот здесь я распорол палец очень острые классные вот если у кого есть запасные пальцы прямо сейчас смазать не смазывалась так ладно вот эту бумагу я сначала не понял а потом понял это вот то что я думаю нет нет она видите когда ее вот так вот вылете она получается бархат бархат она не знаете не совсем бумага нет и не ткань да я даже знаю вот такая вот такая же красная и вот такой вот тоже глубокий даже вот так смотрите какая палитра а сейчас а сейчас татьяна лишь внимание короче вот приехала такая как мы написали в комментариях сумовская тема упаковывают такую бумагу да подарки ну не подарки покупки вот так вот и растягивается короче по обратной какой-нибудь не так и попробуй ну ее не всю надо растягивать но конечно нужно отрезать просто кусок так неудобно кусочек отрезаете растягивать растягиваете сколько надо растянуть можно ее растягивать в разные стороны и все и элементами ее вот так вот хорошо вот так вот ее растягивать надо лежа-лежа не стоит в общем тоже сегодня покажем как с ней работать а также такая же прикольная такая же вот такая синяя красивая просто цумовская тема цума это же всегда дорого это всегда роскошь это же роскошь бутиков слушай ее даже можно наверное порвать и вот так вот рваными концами букет поставить да хоть чего можно да вам можно а также такая же вообще их много оттенков я вот три зацепил так что татьяна ленична мне все нет и не забрала у меня эти я вам оставлю наверное подарочек я тоже так думаю да три волончика вот такая вот еще нежнятина смотрите давайте быстрее потому что иначе я вот видите татьяна уже схватила смотри его даже вот так вот можно вот такими да вот такими порвал мне кажется это изумрудная зеленка короче цвет очень крутой я хотел вам показать по классу смотрите что есть вот на самом деле он каждый из видов да там коллекции разные цвета не поленитесь полюбопытствуете полюбопытствуете сколько у меня всего для вас есть вкусного вот еще зацепил вот такую экобумагу очень понравилось мне тоже понравилось последнее время я ее ставлю как на площадку я сначала не понял а потом как она же просто такая крутая она же как каркас форму держит видите она такая как вафельная крафт вот такую нежненькую вот такую вот серо-голубую зацепил цвета красивые поработать в этом кстати да когда заказываете упаковку тоже вы подборку не бездумно делаете да а смотрите какие у вас может быть какие вы хотите букеты делать может быть это монохромчик какой-то или вы наоборот ходите но не так что просто знаешь это типа он нравится он но если денег много то вообще лучше все заказывать потому что я считаю что материалов должно быть много раз ты никогда не знаешь да вот я попросили какой тебе понадобится я вот даже вот сам ну мне просто я у себя там букет какой-нибудь собираю я иду и такой у меня выбор учебе вот но я так не представляю мне время думаю если бы этого не было чем я делал даже упаковывать нужно потому что выбор и по цвету ведь весь и по фактурам разные дашки были ну короче вот эти вот такие вот да они непрозрачные ребятушки кто занимается закупками закупайтесь правильно берите все вот они хорошо даже упаковать подарки потому что они непрозрачные вообще классно но мне если честно жалко ее использовать именно просто как бумагу мне кажется что ее все-таки трансформировать надо вот так вот потому что вот так не видно всю ее роскошь наверное вот скажите как через видео передается ее бархатистая вот такая вот текстура я бы вообще издалека бы подумала что это как тканевая плотная ткань саж похоже на бархат вообще смотрите можно же ее использовать для контраста букетти или даже для упаковки подарков чтобы она была мятая и гладкая так фактурно красиво допустим подарок упакован полностью вот в гладкую и какой-то элемент полоской мятая или какой-то банк из нее вообще короче классная а еще я приволок вот такую вот такую она вроде как обычная но необычная она видите полупрозрачная и она с таким переливом она матовая с переливом видите вот как салатовая перту перламутр да 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 тоже очень красивая тоже советую ребят советую берите прям вот такая же еще голубая а есть вот смотрите вот это тишью вообще незаменимая как они не нравится это вот кто понял и уже от нее нет попробую я вообще у нас есть и такое тиши такой ну я всегда беру пока есть такое я всегда работаю дитя она тоже вот такая перламутровая и она она влагостойкая она не располагается как обычная хорошо с ней всякие фактурки делать такие вот и можно так и можно вот так вот она в букете вот сразу она раз и встала вот эти круглые букеты мы с вами как на рынке у прилавка смотрите подходите 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 смотрите какие шикарные товары боже боже вот круглых букетов вот таких вот которые да их даже вот просто вот поставил на корню держит больше не надо даже прищипывать здесь ничего не надо приклеивать я вообще последнее время ничего не клею не прищипываю не подклеиваю я даже на всю длину я беру две штуки но я имел ввиду если это многослойная история а вообще конечно если подклеивать да то конечно нужно либо либо двусторонним скотчем вот таким который тоже есть это может быть конечно же да но не степплер а я а вдруг я степлер ребят но степлеры мы будем по-другому придумывать как использовать хорошо потому что мало ли что и не знаю чем не заменима когда упаковываешь товар конечно товар упаковывать сто процентов привезу степлеры но нет для упаковки букетов а для упаковки букетов у нас есть скотч и еще едет я понял понял я понял техническую да да а для это для декоративную упаковки у нас едет сейчас тонна пистолетов горячих этих самых клеевых стержней еще не приехала чтобы как каталог нет но следите подписывайтесь кстати вот пока я ссылочку оставить оставлю вы подпишитесь и в телегу тоже ручки везде выкладываю анонсы допустим в телеге я всегда выкладываю анонс что там новое видео вышло примеру да вот в вк я всегда выкладываю анонсы о том какие товары новые пришли вот мы сейчас тоже продублирую опять же выложу в youtube чик да и продублирую в instagram в telegram вк что вот у нас такое шикарное видео вышло рекламные вот смотрите такая же голубая какая нежность серая серая такая она голубая вот такую приволок тоже еще не то чтобы прям новинка но приехала целая коллекция с большой палитрой оттенков с таким вот благородным золотом вот она знаете она такое не не пошло не пошло золотое да это коричневая коричневый ну такой немножко химический ну конечно у кого не пахнет у всех пахнет просто надо мыть ладно так есть вори вот еще пожалуйста мы ее назвали на на куб по моему короче что-то в голову как пришло так и назвали тоже разные оттенки у неё да видите она барде барде с золотом затем с этим нужно будет хорошо было чисто золото если было короче показали показали давайте по быстренькому тут немножко осталось чтобы успеть сейчас собрать букетик показать какой-нибудь и потом еще еще и еще и еще сколько видео у тебя не хватит батареи памяти не хватит так это тоже у нас обратной стороной золотое тоже красивый цвет серо-синий такой вот эти вот цвета они там все в палетке очень красиво оттенки чуть-чуть осталось смотрите еще вот это тоже красиво мне нравится особенно вот этот коралл они там тоже разный цветок мне очень нравится именно коралловая ну да она кажется что она скромная но на самом деле она не скромная если у тебя 5 роз завернуть до до а очень много приехала этой однотонной просто матовая однотонная типа как корейская в рулонах но для тех кто любит в листах они в рулонах вот ну ее прям много очень большая палитра и все цвета прям все мои цвета я старалась по-быстрому надергал если честно то чем уже пользовался смотрите какой роскошный вот это там такой розовый активно а здесь такой красиво далее это мы все показываем для того чтобы вы понимали да какой у нас есть сейчас вот вот из этого мы будем делать это будем использовать да вот такая конечно это тоже вот моя любовь я на 8 марта как встал и с ней как мотать стал вот эту вот вот эти вот самые а горошек если вы такие вот горошки ой как они мне нравятся это невероятно красивые букеты получаются и их тоже кстати много оттенков очень я сейчас скажу не не скажу ну как минимум 10 очень красивые вообще это моя любовь а вот это тоже просто какой-нибудь знаете в букете просто элемент вот эти добавляют и сразу же раз и это уже сумовская тема да 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 я вот тоже вот это вот этот крафт как я на него присел вот на это как присел и все бочонки 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 начинаете я буду бочонками ну и все и вот такая по моему уже была такая была голубая они она не такая не такая так ну все вы все показали друзья приступаем а теперь начинается голодные игры а мы чё нам можно чего-нибудь брать из того что есть вот ну давайте тогда и можно чем можно чем добавлять если чё вот так вот здесь вот на выборном вот сюда да пойдет эти вот я не знаю я не знаю зачем нужны цветы если 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 из упаковки можно сделать да все сейчас немножко поставлю на паузу потом это смонтирую видео чтобы мы пошли собирать букеты мы сейчас у нас будет чемпионат вселенной чемпионат вселенной мы должны а кто лучше кто упакует нет красивый же у кого покажите кто лучше презентует упаковку и покажет ее качество вот что-то еще здесь все это букетка у кого красивее всего понятно упаковка это и есть букет какой букет без упаковки смешно че это мне нравится все мы пошли цветы выбирать в общем татьяна лимишна пока пошла собирать цветы на витрину я думаю я по-другому сделал я сначала выберу упаковку а потом под эту упаковку подберу цветы я не знаю делает это кто-нибудь нет я так часто делаю вот это нюхала часто собирает часто собирает а вот он будет мучиться упаковку подбирать не хитрая совсем побежала быстрее меня думала сейчас обхитрит всех так я короче себе беру вот так вот такая ну и все закончилась фантазия выходит хочу ленту вот такую так какая есть которая дорого висит ну пускай в которую слушай когда он такой большой сортимент не знаю я хочу брать а вот так красиво так ты да так это ко мне подходит что заберете нет я другое хочу а вот это то вот с этой хорошо разного поэта я снимаю да я советую суть с людьми как сделать что-то я выбрала то чтобы даже упаковка такой нет да привет свою упаковочку брать конечно нет рекламная компания проплачена будьте любезны ну сходите вот этот и воспользоваться я вот этот хочу взять берите ну мы же можем брать тоже это я вот это вот возьму я хочу вот это вот я хочу собирать вам оставить и вы будете без меня собирать или подождете нет я выбрала не знаю я что по ходу посмотрю все начинаем пытался потом попускать не знаю я начинаем что-то гвоздика тут как будто вообще нафиг это не нужно а если гвоздика нужна то почему это можно что круглые букеты делаем или какие-то квадратные слабо а что ты не сперла уже да что-то ничего не сперла тебе не надо наговаривать знаете шикарный секретарь сломал смазки нет а что вы его не смажете нечем что я встал еще не работали а уже еди это животина ну так мне часто так говорят а что поделать не нравится не ешьте нравится не ешьте не нравится ешьте ой что-то я прям схуднулся вы уже все собираете да да есть маленько ну ладно я тогда тоже начну я не знаю в зеркало смотрю и меня не вдохновляет нафига тут эти белые проблемы конечно а у вас что конечно это вот белый зеленый это знаете и вообще и даже и думать надо а ну у меня тут белые эти еще не нормально да сойдет пьяному кому-нибудь продадим здравствуйте это вы отделаете красивенький ну я то да я то свой продам в любом случае так вы и мой продадите не знаю сколько вам еще два дня работаете да два дня и что испытательный срок вам два дня даю если нет Оли говорю Оля увольняем увольняем не шмогла сотрудник скис нет дорогущая это это кто Это что? Хэнли? Нет. Такая она красивая, расскажите. Вы какая-то свадебная же такая история. Плая бланка. А, да-да-да, Плая бланка. Свадебная, как я ее люблю. Поэтому вот я ее схватил. Ну и что, что-нибудь. А что, у меня подведел, конечно. А у вас тоже Плая бланка? Ну да. А вы, как обычно, уже букет собрали. А что я? У меня народ стоит, видишь, мне некогда. Ну не знаю, у меня ничего не стоит. А это и все смешно, под что скажи? Это про меня? Ну про кого? Вы же хихикаете над глупостями всякими. Ничего не хихикаю. Ничего не над глупостями. Да. Так я и выбрал такую форму и все этим немножко. То есть прям, вы думаете, круглый букет собираем? Да, я полу вытянутый такой попробую. Опять выделывается. Ох, какой у меня красивый букет. Да. Тебе, конечно, до моего букета далековато. А сейчас посмотрим, что там с упаковкой у вас получится. Да-да. Я что-то хватала, хватала, ничего не выбрала. Путь не будет. Мне все хочется, хочется, хочется. Все хочется, сразу хочется. Ну, мы же сегодня будем 10 видео снимать, поэтому все успеете. Видите? У вас цветов-то хватит на витрине, чтобы подснять нам? У нас хватит. штук 10. Оля посмотрит в камеру, а у вас здесь вся витрина в букетах. Ну что? Ни одного цветка на свободке. Пупу жарко стало. Таню, жарко, какая кофта у тебя? Спасибо. Сейчас бы вот такая жара, сейчас будет холодного пива. Вот. Ну, не пиво. Не пиво? Водки холодные. Чая. Горячего. Холодного чая бы сейчас. Горячего чая. Холодного чай. Идешь, Мила. Творческий процесс пошел. Не за омолчание, конечно, я заплатил вам 43 тысячи. 43 тысячи с меня потребовало за то, чтобы снять одно видео и прорекламировать упаковку. Представляете, аппетиты приходят во время... Хоть бы 43 рубля выдал. А она мне еще такая говорит, Вов, это я раньше бесплатно могла, а теперь я звезда Ютуба. И я говорю, ладно, сколько хочешь, звезда? Она говорит, 43 хочу. Ага, кто-то правда может подумать. А я когда-нибудь врал? А я вам когда-нибудь врал, друзья? Только ты и врешь. Никто про меня такое даже не подумает. Нет, ну, хотя, Алина, ну надо немножко, как бы, совести, ну не 43, ну там я не знаю. Ну, сказал бы парочку. Оль приехал. Ольга приехала. Ольга приехала. Ну все, заснимались. Закрывается лавка наша. Съемки закончены. Все. Она сказала, что часа в четыре приедет. А сейчас сколько? Ну, наверное, четыре. Да точно. А ты час уже убегать. Ничего себе. Точно. Закрываемся, да? Господи, страшно так. Магазин на диване, что ли? А у нас магазин на диване. Нормально. А что, там же нет? Привет. Там не место уже? Нет. Так у нас же этот самый. Вот видеосъемка идет. А, у вас битва? Битва экстрасенсов. Битва экстрасенсов у нас. Чаю будешь, Олечка? Нет, спасибо. А чему? Ну, почему? Ну, что, сейчас хозяйка вломит тебе по первое число. Куда что? Куда все. Ну, что, тоже подключится. Сейчас тоже собирает в литвуке. Ой, тоже в битву включаешься. В битву включаешься. Ну, куда же ты улез даже. В таком месте бурашки. Кстати, я померила, что бурашки в эту коробочку входят. Еще шикарно. В какую? В ту маленькую? В которую мы с тобой мерили. Ну, да, я же сразу сказала, что она не входят. Букет стоит, что ли? Ну, нет, она потусечу, сейчас все так наблюдаю. Ты заезжала ко мне, взяла этих свечей? Нет, там что она, она обещала запусти. А, она там? В офисе? Как я поняла, да, вы в ней не связали что-то. А у меня же выключен он. Ну, авиарежим включен. Наверное, мне Юка звонила часа, наверное, на стол. А, ну, хорошо, да, значит, дождется. Ну, скорее все, что осталось, да? Ускарики, да. Сейчас, что-то у нас, два, два, два. Попробуем. Ольчка, можете, пожалуйста, фото в холодильник отправить? Я посмотрю, что у нас в фото еще взять еще. Что там нет? А, да, да. Это Левкое. Ага, конечно. Я была думала, что за Левкое там, поэтому смотрела в праздник. Что такое Левкое? Там цветочки весенние. А, прикольные. Не приехали? Я ничего не зала. Что, вы все вместе там будете? Ну, с мобильной, с Аней. Нет, она у за упаковки собралась. У меня нет уже раздумывать с вами. Аня, это я собрала. Ань, аня, это я собрала. Ань, аня, это я собрала. Еще скоро что-то придет. Вот это вот. Существует, да. Так. Ань, аня. Ты используешь шкрафт, получается, да? Угу. Оленька, ты будешь звонить к маме? Нет, это зачем? Я хотела попросить, позвони, пожалуйста, скажи, что мы приедем, пусть она дождется нас. А там выполнятся? Ну почему, там Артур есть и Настя там. Ну просто чтобы она это, ну они-то уйдут после рабочего дня, а она пусть останется и нас подождет. Ну вот часов там после восьми поедем. А еще мухи куда-то мне нужны. Мух. Мух, наверно там в этом? Или здесь внизу? Или внизу на кухне? Покажи, а у нас он тоже уже, да? А к какому времени? Внизу, там, на полу. Через два часа? Ну, оказываться я точно не буду. А че он стоит там? Ну, кроме сетановок, конечно. А че там, подожди? У тебя ты че еще? Да, да, да. И далее сразу же еще, как вы сделали. Оля, у вас в фотостудии съемка будет? Угу. Я завтра, а, тюрьмами нету, я все. Позвонишь ей? Я уже позвонила. А, да? Да. Она что сказала? Она сказала, я и так не собиралась никуда уезжать. Они меня и так никуда не будут, нет. Не треба поганых. А, я еще, знаешь, что хотела? Четыре бокала зеленых. Проси. 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 Как положено. А у тебя что-нибудь зеленое есть? Какие-то салфетки? Ммм. Светлая. Вот такая вот зелень. Ну, пока он точно. Я посмотрю. А у тебя вдруг он стоит такого цвета? Ну, я гляну. А если какая-нибудь это? Упаковка зеленая. Упаковка зеленая. Упаковка зеленая. Упаковка зеленая. А в то же время я хорошую продажу, просто Оля заставляется сильно. там серьезная какая-то съемка но у вас не только получается к этому да у вас еще хочу за студия а ты купила такую Ой, красивый. Ой, какая лень. Может, нам тоже надо заехать? Посмотри, может, нам тоже нужно в цепь в посуду заехать? Ой, обезьяна. Чи-чи-чи. А больше фиг тебе, что покажу. Да? О! А ты тут нету, Мальчика? А я ее возьму. Сейчас разозлили вы меня. И зеленую, конечно. Хватит с меня. Че хочешь, зеленую или че? Зеленую и голубую, конечно. Видно, там произвела такую вазу, к нам не пришло. В ней каком-то конс, дельфиниумами. Веточки березовые, да, я звал. Березовые веточки. А веточки еще у них, почки уже есть? Причем санкционированные веточки. Серьезно, санкционировали? Конечно. Но мы не даем. Мы поехали, оформили в департаментах санитарную обрезку весенний берез. Серьезно? Да. Обалдеть, как вы вообще замороченные люди. А по вашим документам можно тоже санитарную обрезку делать? А в целом условном обрезали. А, кто кто знает? Выделяется перед деревом. Перед деревом выделяется? Серьезно? Я не карьерный, блядь, такой, я не знаю. Ну ты сейчас шутишь со мной? Фу, блядь, ну у нас уже дома 800 берез растет. Ты что, я буду какие-то оформлять санкционированные средства? Ты что? Ой, маленький. Ты верчил такой. Ну я думал, правда. Это не честно так поступать. А вот видишь, можно, получается, открывать департамент и продавать разрешение. Я бы купил, выключил. Ну, сразу же привела. На три березы. И ты бы такая, прикинь, а такой разводняк вообще. И ты бы такая с умным лицом привезла бы меня в этот березняк такая. Так, вот ваши березы помечены. Помечены красным. Там даже с планшетом сфотографировала, какие березы. Такая из леса вышла такая. Да, таких лохов я еще не разводила. О, а у тебя есть, по-моему, азотамный с голубой, да? Да. Надо? Ну вот надо, но куда я это возьму? Ну, я ж чуть-чуть маме отдам. У нас здесь нету? У нас же было. Нет, голубого не было. Не забрала, мне кажется. Я смогу тут маме отдать. Ну, вот, а когда она приедет, я же не знаю. Но у вас сегодня что-ли будет съемка? Завтра жавка. А мы с этим сделаем. Мы заседаем. Голубенький? Голубенький. Так, Татьянушка или Мишинюшка, не забывайте, пожалуйста, что у нас есть перья, у нас есть бобочки, у нас есть айца. Яйца, яйца. Яйца? Так, не привезли просто, чтобы немножко посыхали нам. А у тебя есть такие? Нет. Экспрайсы. Экспрайсы, что ли? Да. А я вчера там была не в воду. А, ну, наверное, там разницы, да, сортимент? Я какого-то набрала, как за сахарином. Вы видите, очень красиво. Да, они деликателые. Да, здесь вон напротив, сзади. Вот такой в этом есть? Они разные здесь, а сортимент. Я вчера была. Я понимаю, но вот здесь хороший ассортимент. Сколько нечего быть в этот тогда? Здесь хороший ассортимент. А еще знаете, там, что я взяла? Такая классная курица голубая, керамическая. Она такая вот с жопкой такая. 250 рублей. Фикс прайсе. Кто еще не слышал? Яйца в фикс прайсе. Оль, ну так не честно. Мне фикс прайс хоть бы какую-то музду заплатил бы. Сейчас вот я что им? Почему я обязан? Я ничего не буду обрезать. Знаешь, я не буду заморозить смартфон. Отрезанием не занимаешься? Нет, пока еще нет. За деньги, да. За деньги, да. А ты есть микрофон? Вова мне упаковочку подарил. Ленточки подарил, упаковочек подарил. Жалко, что Вова раз в полгода-то приезжает. Может, не пришлось бы покупать, да? Да ладно. Да, Соль, я всем уже занимаюсь. Я все продаю. Но обрезание пока еще не вбем в ассортиментную линейку. Может быть, зря? Призадуматься думаешь? Может быть, напрасно? Напрасно. А за это много денег дают? Что? За это много дают денег? Если ты забьешь руку, будешь филигранно делать обрезание? Филигранно. Если пойдет молва, что, мол, филигранно делает обрезание, то тогда это можно дорого. Что, готовая уже? В отличие от них. Я уже к тебе ненавижу. А что? Так себе. Я бы сейчас чуть матом не сказал, но это придумал. Вообще, это называется не кулич, а как он? А, нет, кулич. А я бы сейчас придумал какой-нибудь синоним. Придумал бы. Куличи еще пасха называют. Не, не, я не про пасху. А про что? Ну, про кулич. А пасха это что, не кулич? Нет, пасха из творога. Она из творога, а кулич, который изюм из теста. Пасха из творога? Да. Между ними есть разница? Да. Абсолютно разные. Я в 40 лет должен от кого узнать. Чуть раньше Волода узнал. Набор. Да. Уже хорошо. А вы обычные люди, откуда все это знаете? Иногда поражаюсь, такие вещи я узнал, а все ходят, знают. Один я не знаю. Я в шоке. Как так не ходит? Ну, а ты что, не ел? Я не понимаю. А что ты ел? Выходит, что я кулич только ел. А я творожную пасху не ставил. Она прям с творогом. Типа большой такой сырник. Сыр. Я такого никогда в жизни не ел. Жизнь больше не будет прежней. Еще в жизни не видывал получается. Нам сейчас надо ехать, оказывается. Доказали этот самый бюкет на этом. Сука ты? Да. А его наличия нет. А его надо через 2 часа отправить. Что, Оля не сделает? А тут нет. Оля не сделает? Оля коем. Да? Да, вряд ли. Ну, что? Ну, там же надо отфотать, как? Она не уехала. Она не уехала. Не сделает. У нее очень красивый бюкет. Ну, при чем тут это? Она же и сапо цветов не будет. О, пожалуйста, потом вот эту фразу вырежем, оденем. Она очень красиво бюкет делает. Деть маме брать, им будет очень приятно. У нее серьги, бритвы и лапы. Да, она такая, знаешь, рокерша. Глянька на нее. А штаны кожаные? Нет. Нет, штаны не кожаные, но трусы. У нее есть кожаные штаны просто. Бабайка есть дома у тебя? Нет. Бабайка нет, есть бабайка. Предвижу комментарии. Упаковки больше, чем цветов. Куда намотал? Очень красиво. Но я же говорю, я не знаю, для чего нужны цветы, если есть такая упаковка. Слушай, а будто бурабеллини сплетенная. Где? А вот эта вот? Упаковка вот эта. Она вообще клевая. Бурабеллини. Вот именно в этом цвете. Да, да, да. У нас где-то он стоял. Вон у нас где-то там. Где-то я видел. А, вон она. Ладно, ребятишки поехали. Все, ты поехала? Да. Что ты, тортик вы поела? Ну, какой мне тортик? Скоро надо куртки снимать. А показать нечего. А вместо них ничего не наденешь. Вы сегодня-завтра будете? Что сейчас снимать? Снимать завтра с 11. А мы именно так делаем. Что-то завтра придется, с утра ехать получается. Что это на шестерке так? Нам нужно видос и продажи. Да. Ребят, нам нужны видосы и продажи. Поэтому. Извините. Скажу честно. Скажу честно. Ну, почему бы не монетизировать вас, если я при этом тоже приношу вам пользу. Давайте экологично друг другу приносить пользу. Приходите, приходите. Я же вам говорю, ссылочки все ниже. Ловись рыбка и большая, и маленькая. Покупайте и много, и мало. Ну, лучше много, конечно. Правильный ответ много. Вы только завтра делаете разборные букеты, ладно? Разборные завтра букеты делайте. Слушаюсь. Существует резание. Все. Мне сейчас только что сказали, что мы делаем всякую ерунгу, чтобы мы просто показали и разобрали завтра. А иначе говорят вообще. И не смей сюда суваться. А ты, получается, уже, я же сказала. Посмотри на витрину в таком букетах. Я согласен, Коля. Я согласен с тобой. Я полностью согласен. Поддерживаю. Поддерживаю, придерживаю, поднимаю, пружу, на место ставлю. Надо не забыть. Я уже, по-моему, час вот это вот снимаю. А памятник на телефоне не кончается и не кончается. Сейчас вообще посмотрим, снимает вообще. Преполнаешь, конечно. А, снимает. А, что тогда, к маме позвонишь, чтобы она взяла, или ты ей скажешь, или ты забудешь, но лучше позвони, да? Да, позвони, но она сразу забудет. Ты мне смс-сообщение напиши голосовое, а я как включу, просушиваю тебя и что-то сделаю. А ты его не включишь и здесь где-нибудь, чтобы подоедешь, чтобы вылезть. Ну, давайте я текстом напишу. Давай текстом. Четыре зеленого бокала, да? Можешь текстом. Два, зачем мне четыре? Ну, двоих накладывай. Ну, не знаю, может и два домой. А здесь нет аэрозоли голубой краски. Вот у меня, может быть, и есть, кстати. Посмотреть надо. Да, не, а я заеду, и все равно. Да. Какое у нас было? Нет, вчера вот убирался, посмотрел, как много всего. Все, где аэрозоли. А, у тебя не в продаже, в смысле, просто? Не, просто. Продажи пока нет. Пока нет в продаже аэрозоли, еду, еду, еду. Все едет, все едет. Макс Ильинич, а вы не помните хасса МТС красная лежала? Не знаю, Елена. Что? МТС, хасса. Она такая вот, как терминал. Говорит. А вы разве не сдали? Они не забирали. Надо здесь посмотреть, или там, в коробочке. Мне кажется, вы ее сдавали. Они не забрали, мы сейчас с ней рассудимся, и нам нужна эта касса. Точно не забрали? Точно не забрали. Ну, значит, она здесь где-то. Я просто могу сейчас выбирать, так. А вот здесь вот была. А, ну, дай мне еще что-то. А, ну, дай мне еще что-то. Ванглога. Да, это не забрали, она здесь. Ванглога. Я голова. Ну, дай мне еще что-то. Субтитры сделал DimaTorzok 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 маникюром. Вот так вот. Раз. У нас чистым так не получится, конечно. Раз, раз. Ой, а вы помните, я с накрашенными ногтями ходил? Я из крайности в крайности, то я с накрашенными, то я хожу как самки лешего, с такими вот грязными. А, цыгель-цигель мне показывает. Давай-давай, пошел-пошел-пошел, надо деньги зарабатывать, пошел. У нас тяжело, когда с тобой командуют. Видели, как я похудел? Я так похудел, меня заставляют работать деньгами и ночами. Короче, друзья, пожалуйста, пожалуйста, вот букет. Приходите, всех жду. Теперь, внимание, ну и на ваши суждения, голосование там и что такое, расскажите мне, расскажите, Татьяна не ленишь, никакая она роскошная женщина и роскошный специалист. Мне можете рассказать, кстати, не стесняйтесь, если хочется написать, допустим, это жесть, там, да, там, фу, как надо упаковки или что-то. Ни в коем случае не стесняйтесь, не нужно в себе это держать. Напишите все, что вы думаете обо мне в том числе. Я не обижусь, вам станет полегче. Вот я, наоборот, я даже буду рад внутри где-то глубоко. Моего букета, наверное, даже и не видно. Там камера в ту сторону. Видно наши букеты? Да, посередочи. Внимание, внимание. У меня пускай будет под номером 2, неожиданно, да? У меня под номером 2, а у Татьяны Ленишны под номером 1 букет. Поэтому в комментариях, пожалуйста, комментируем, пишем цифру 1 или 2. У меня 1, да? У вас 1. 1 или 2 пишем в комментариях, комментируем, рассказывайте, как вам новая упаковочка, хотели бы вы с такой поработать, ждать ли вас в гости в каталог, ссылочку на который я оставлю вот здесь вот внизу в описании. Ну, в общем, вы все знаете, что делать. Нажать на пальчик вверх, жмякнуть, вот на колокол, в колокол ударить, да? Рында? Рында называется? Натураблида? Чуть опять не спокидывался. Долбануть в рынду, долбануть в рынду. Написать, конечно же, комментарий за первый, за второй букет. И все, все. Обнял, поднял, покружил, на место поставил. Счастья вам. Пока-пока. Поставьте Татьяны Ленишковой водичку. Сейчас я подмету быстренько, Татьяна. Я подмету. Я подмету. Я подмету. Да я подмету. Продолжение следует. Продолжение следует.